Юра, 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 Юрики, по сравнению с годами советской власти, кое-что, я имею ввиду отношение людей к выбору чуть-чуть, но меняется, появились люди, для которых это стало неким насущным действием, важным для них, другое дело уже, насколько им удается его осуществить, им позволяют, это другое дело, я говорю про их внутренние желания. Саша, ровно это количество людей, ровно это количество людей жило и в Советском Союзе, это количество всегда одно и то же, при любой тирании, при любой, самый жестоком, даже в 37-м году, всегда были люди свободолюбивые, просто их было так мало. Да, Юра, Юра, Юр, на самом деле, в данном случае вопрос-то какой, с чего я начал, дело не в том, сколько этих людей, как они, еще что ли, но если вот мы о том сейчас говорим, Оlon, Саша сейчас тоже говорит, что появились люди, которым не безразлично выборность, что все-таки хотелось бы, чтобы она так иначе была, но как я-то уже говорил, основной это посыл, что от того, что людям, у которых сейчас 50, может быть 40, может быть даже 30, им себя уже не изменить. Вот то, что сейчас сказал Юра, оно отчасти верно. И они будут с этим, конечно, бороться. Но это, понимаешь, это как бросить курить. Очень мало кто, на самом деле, может это безболезненно сделать. Все-таки начинать-то, наверное, это проще. Как с курением. Лучше, может, проще делать так, чтобы уже в школе курить было западло. Понимаешь, тогда, может быть, уже в взрослом возрасте не надо будет бросать. Так и с выборностью. Может быть, чтобы в школе уже относиться к профигистическим выборностям было западло. Впадло, как принято на России говорить. И тогда, может быть... Ты понимаешь, какая штука? Я думаю, что школьники могут это понять и поверить в это, видя, что на уровне государства, то есть взрослых людей, это тоже западло. Вот, 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 вот. Но если они видят, что там творится такое, то, соответственно, нет стимула быть иными. Я про это и говорю. Кто-то ведь должен же вот этот самый взрослый, должен там, не знаю, там... Ну, вот именно та категория людей, которые, как говорится, они хотят менять, которые созрели, как ты говоришь, да? То есть, может быть, уделять больше внимания... Это тоже, знаете, всякие эти площади, они тоже, наверное, нужны, но больше внимания, может быть, уделять общению с детьми. Я скажу, кто должен сделать первый шаг. Первый шаг должен сделать тот же, кто его когда-то и сделал. Тот, кто сделал его назад, тот должен сделать его и вперед. Первый шаг должна сделать властью. Это не будет. Будет. Это будет, если у этой страны, у нашей, вообще существует будущее. Если оно есть, я-то в это не верю. Но если оно есть, будущее, за которым развитие какое-то, то именно так и будет. Юр, небольшой... Мы увидим, как появится человек, который сделает то, что сделал Вацлав Гавил. Можно секундочку, Юр? На самом деле, я хочу сделать небольшую отсылку. У нас в нашем подкасте есть постоянные слушатели, и один из них, с которым просто, ну, истинно, удовольствие общаться, это некто Yellow Cat, Желтый Котяр. И как раз последний, помнишь, его последний комментарий, который буквально на кону нашего подкаста вышел. Он говорил о том, что он сам бросил плевать на улице. Это блистательный комментарий. Я про что и говорю. Понимаешь, вот ты вот как раз и говоришь о том сейчас, вот именно, наверное... Личные действия. Вот, наверное, вот я сейчас про всевозможные крики людей на разных площадях, может, для начала самим перестать бросать бумажки мимо урны, а? Вы романтики. Наверное. Понимаете, личное действие это то, что сделали декабристы 14 декабря 1825 года. Ну и что? Я еще раз вам объясняю, пытаюсь, вы меня не слышите, что существуют страны, а может быть и целые континенты, в которых философия личного действия и личного поступка за каждое слово и за каждое дело генетически никогда не будет овладевать большинством людей. На этих странах, территориях, континентах, как угодно назовите, я вообще стал склоняться к теории, но она уже не новая, конечно, это до меня сказали гораздо более умные люди, что вот небо, земля, погода, природа и люди, живущие в этом во всем, это одно целое. Существуют целые страны и континенты. Это единый организм. Где никогда, да, где небо всегда низко висит над головой и давит на нее, как свинец, где земля всегда зыбка, как болото, где воздух тяжел, как расплавленный свинец, где растения предпочитают расти горизонтально, а не вертикально, где выживают в основном те животные, которые стремительно ползают, а не быстро бегают. Есть целые территории на земном шаре такие. На этих территориях сколь угодно можно совершать личные поступки. Это надо делать. Но человек, совершающий их, должен понимать, что он делает их только во имя себя. Ну, может быть, еще во имя своих детей, которые увидят и, может быть, это переймут. Но на развитие государства это не окажет никакого влияния, потому что основная тенденция, описанная замечательно Максимом Горьким, рожденный ползать, летать не может. А не может, потому что не хочет и не будет. Хорошо, Юр, ты да. Поэтому не надо вот эти личные поступки, ценность которых чрезвычайно высока, безусловно, не надо их выводить за рамки собственной личности. Они имеют отношение только к вам. Вы совершили эти поступки. Кого ради декабристы пошли на Сенатскую площадь? Ради народа? Они сами бедные так думали. Но это было лукавство просто. Они не могли иначе. Вот и все. Они сделали это для себя. И заплатили страшно дорогую цену. Давайте подытожим. Погоди, пойдем еще подытожить. Потому что сейчас у меня как раз родилась тут другой вопрос. Вот очень много сейчас говорят о том, что 4 числа власти так иначе говорят Путин, но придет совсем другой Путин, не тот, который мы знали раньше. Вот то, что ты сейчас говоришь, что ты думаешь, вот именно воздействие того или иного, что уже влияет в воздухе, или что должно само произойти с точки зрения власти, вот оно поменяет на самом деле Путина? И Путин ли это может сделать? Значит, первое. Мое глубокое убеждение заключается, во-первых, в том, что Путин президентом быть не хочет и не будет. Но мы об этом говорили. Он может выиграть в первом туре, в нулевом, в каком угодно. Он сделает все, чтобы уйти. Я об этом глубоко убежден. Теперь второе. Я, так сказать, не знаю, на каком этапе это произойдет, но я совершенно уверен, что если у России есть будущее, еще раз повторю, и если будущее это демократично, то первый шаг в России сделает власть. Человек ли отдельный, или группа людей, пришедших к власти. Ну как в 1985 году перестройка, да? Михаил Сергеевич, к сожалению, то, что он делал, он делал несознательно. Михаил Сергеевич делал то, чего он не мог делать. Сердцем. Не мог не делать, сердцем. Но он с ужасом наблюдал за тем, что он делал. Ну близкое что-то может в 1985 году. Нет. Это будет совершенно сознательный акт, когда человек или группа людей скажет, друзья мои, сограждане, братья и сестры, россияне, жить так более нельзя, и я, или мы править так более не хотим и не будем. Мы предлагаем вам, и дальше последует совершенно четкая система поступательных, постепенных, последовательных шагов, целью которых будет создание демократического государства в России лет через 150 после того, как будет сделан этот первый шаг. Ну, наверное, после участия, какая была Россия все эти годы, тысячелетия, собственно говоря, да? Ну да, да. Но, как я уже сказал, свет в России может начаться только тогда, когда не смогут больше жить во тьме те, у кого в карманах спички. Ну да, есть же целое направление, философия вероятна снова. Сейчас мы говорим, что было бы если. Ну да, да. Вот те, у кого в карманах спички, фонарь, источники света, они не смогут более жить во тьме. Они так называемый народ. То есть, никогда там верхи не могут, не хотят, там туда-сюда. Низы в России хотят только одного, чтобы их не трогали. Они не хотят больше ничего. Жить понятной им, обычной, привычной жизни. Они хотят, чтобы их не трогали, да, совершенно верно. Да. В силу этого в России невозможно ничего снизу. Но все только свет. Да.